приветствую вас ребятишки в общем наконец-то да я уже залил получается на данный момент тот ролик где были кокосики и мне братишка подсказал братишка колюнчик тогда подсказал что эти из этих кокосов вроде бы рецепта никакого нету по крайней мере он нигде не видел их можно жрать просто и ты их жрешь и тебе сила прибавляется давайте сейчас это затестируем работает не работает то что вообще у меня такой прикол что по ум когда я просто еду ем то по моему мне бонусы не даются я обратил внимание то есть в начале игры это было дал дальше вы проходили почему-то этот прикол пропал во всяком случае вроде бы как хотя тоже сам банановый компот видите бонус нам дает к примеру и прочее а вот простая еда вроде бы как нихера ну попробую сейчас сидим там сколько я не знаю а и прикиньте да это я без записи короче говоря раскалывайте кокосы а чтобы вы понимали у меня их было 170 штук это был полный пиздец я на минут десять сидел и раскалывайте колока кокосы залупа это стать анимация такая уникальная рованд прям получается из-под лад достает за лупу такую 30 сантиметровую и хуярит по этим кокосом и короче говоря таким образом их раскалывает как бы вот как настоящий раскольников так сказать да по ходу меня нихера не будет и так понял бы я уже 100 120 чем-то у меня осталось кокосов то есть соответственно я сожрал около 50 насколько я понимаю и нихера мне не прибавила то есть то ли я и действительно должен какой-то рецепт таки найти на эту еду на этот кокос вернее да может быть такие что-то существует то ли чего да то ли зовут этого моего какого-то такого пресловутого бага который так довольно таки странно работает потому что до местами хардкор есть местами его нету дай мне виде нихера не прибавляю туда уже уже сто штук осталось поэтому давайте уже перезагрузимся до офигительное начало серии боделыч жрет кокосовую мякоти перезагружается потому что это кокосовая мякоть ему ни херена не дала ну в принципе тут сайте как говорится невелика потеря потому что нам этой силы которые у нас сейчас есть вполне себе хватает да принципе поэтому от того что мы там типа а блять от того что мы там типа да не поддаем себе силу на пару единиц ничего страшного не произойдет вот я щит не работает давайте-ка переоденем его заодно сразу и мушкет переоденем да раз ж такие дела так у хав очень вкусный мясной суп таран 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 татататам там там так все заебца указ ушечкой да да кушаем давайте накрас так не из не сильно лечит все хорош вырезать наелся этих узбекских лепешек то у меня рядом с домом братишки из узбекистана хуярит лепешки покушал так нажрался пиздец чаем крепким короче говоря очень вкусно кстати вообще так понравилось там есть разные там с мяском там с яйцами я с яйцами себе взял и в одно рыло короче сажал потом значит пошел по посрал как бы блять этот теперь уже сижу и записывал вам видеоролики кто-то в бубен дует вы слышите уже второй раз какой-то хуй чим-чим пиндос какой-то дует дать в бубен заходившая а то типа надо надо этим ага даже здесь дал даже сюда вы пришли как быть даже здесь у нас несколько вариантов то есть мы можем идти туда а можем тут зачем какая-то типа как потайная дверь что ли суда потопать попробуй то есть опять дофига вариантов так вправо влево вправо вправо влево у нас тут элитный имертанский орг да ты блять бубен дуешь аху его пану так что темнеть стала ребятишки наваристый сырный суп так она хоть жрать такое говно давать лечиться зеленью да потому что на этим говном будем очень долго лечиться так атаку шеем ушечку шеечка ушечка уха ушу чечка ушу чечка так блять а так это как пыточная камера смотрите квест крепость нихера себе причем этих королю мне нужно сначала устроить орков которые заняли гавань в портовую крепость я могу взять собой долбоебов какой-то орк морской крепости трубит в рог мне необходимо выследить его как можно скорее пока не прибыло еще больше орков ну да он уже достаточно давно трубить на самом деле тут удобно чья камера да вообще средневековики этого ебану то и люди были на самом деле на такие пытки устраивали наш пиздец пригνите уже тебя на тот стул да потому такой ты растягивают уж ебнутся блять там же там только к 아주 пыток не было да тут херня о бык типа этот железный к тебя типа такую херню железный может потом и начинают под огнем жарить тащики здать влево-влево вправо вправо влево в лево влево вправо вправо влево вправо влево я как-то помню то ли где-то в интернете про это видел то ли чоу да прочитал пройти пытки средневековой но там реально там просто лютый пиздец сука кто до этого просто додумывался да это же пришел кому-то в голову такие пытки там делается блять надо больные люди абсолютно блять да кто там в рог в бубен дует заебали блять нормально я даже получается хорошо что упал да мне так стало поудобнее валить этих придурков там по любом какой-то труба дур до ляля писту без кой там наверху наверно висит ягодка моя песенка хотя вообще ляпи сейчас такой классный чувак стал удалить последний альбом этом закачаешься потому что типа сделал свою группу брута я помню типа раньше такой типа долбоеб какой-то букву тху и тупила от последняя вообще закачаешься у меня там даже на плеере помыло штук пять песен для сколько я даже больше да так блять то не надо прыгать братишка так блять я опять анимация акробатики пропала бить этот сбивание этой анимации был один из самых заебистых моментов реально в одиссее очень сильно доедает братишка ты пока блять оружие достаешься те уже ебанули нахуй да надо быстрее дупле отбивать так из пушки можно ёбнуть нельзя к сожалению я буду сейчас пизданул бы из пушки так там нифига хорошо да получается видите для прохождения квеста зачистить орков порту надо было сюда походу обязательно пойти потому что даже квест обновился да с этим труба дуром так что все все закачаешься правильно делаем были то кстати нифига себе крепость оказывается смотрите да тут походу блять может быть даже не на один выпуск дел будет на самом деле опрокинули этого паладинского рыцаря пиздец или это и нас у памяти ху его не знаю тут такой я не вроде просто какой-то сука замерта ну блять всех убью нахуй походи брата мне не пизде не пизде не пизде блять нихуя он выносит оцените почти убил меня с парочки ударов с такая ёптой убить так меньше съемки так вы засадите что творится вообще тоже пиздец просто какой-то блять кто там еще нахуй кто-то меч достает долба я выглядел зажал когда именно нету рунами на полного исцеления она то пишет полное исцеление но меня она лечит всего на пол хп было бы классно чтобы даже да даже пускай там больше маны пхала но уже именно полностью вылечь его этого действительно не хватает ну дал видел приз когда сорками дерешься то хардкор пиццы присутствуют сейчас допустим меня практически слили там веса все у меня чуть-чуть хп осталось там буквально еще один какой-то удар причем даже не от самого крутого орка и я бы уже был бы мертв поэтому я жутко что-то у меня с хардкором таки сталось я с этим никогда не спорил что называется но я жгу я ничего не делал то есть я ничего не менял ни в настройках нигде то есть это само что-то боганулась но я жил боганулась вот так вот странно потому что тролли и орки да они по прежнему для меня довольно таки крутые но и опять таки я уже когда-то говорил то что помните когда мы на дармос возвращались да то там шнеги меня очень неплохо вы насиливать и вот то есть в определенных локациях как бы противники действительно сильные да почему там даже обычные шнеги крутые а в определенных вот как да у часто еще бывают в том же варантия допустим там львов садового удара грубо говоря убиваешь да все так вот как-то у меня своеобразно багнулась эта хардкорность может но и хорошо потому что вспоминаю что ту же возврат куту блять тоже причем было интересно ты тратил три часа времени на то чтобы убить там парочку сверла ящик вот такого конечно бы не было потому что мы даже когда вначале только игры были там и тоже уже был хардкор такой да но приз такого все равно не было да там принципе было достаточно все играбельно но тоже возможно было бы лишняя к этому дохова никому не нужная да вот глядь съемлюсь и братишка потому что арбалетчики до арбалетчики это страшная сила из-за точно песенка ведута очковать начинают идти пойдет в атаку потом тупо назад отпрыгивает раз за разом должен забывать пиздец дать типа блять орк который сам не знаю что он хочет то ли драться то ли блять хуи сосать для тебя так хорошо одет от черномырдин который по носа борец стрелял ему понять сука да хуя умный да блять ведь расстрел сталина нахуй прям в упор блять между глаз раз за разом постреляли и пиздец ну да вот к слову хардкоре когда сорками дерешься то в принципе хардкор присутствует не думаю что кто-то из вас будет спорить возможно то если бы у меня тут еще этого бага бы не было было бы еще сложнее кто его знает в принципе вот конкретно сейчас меня хардкор устраивает как бы из-за пары никакой нету но и расслабиться тебе тоже никто не дает так особе пока удал стул это у нас древнее знание чтобы повысить давайте сразу его прочитаем потому что я заметил что если я часто бывает сразу не прочитываю то потом просто тупо забываю про этого так особо пока удал стул где что ездить а так наверное да ну вернее магические знания не древние до плюс 3 ведь он уже заебал меня честно говоря дуть у меня же у голова от него болит это прям как это сосед ебанутый сверху у которого у каждого дара такой есть до который тоже блять берет начинает хуярит у сверлом то еще чем-нибудь прям похожие ситуации он же заебал жду в тот горн вообще было бы прикольно если допустим этот квест был бы на время до прикиньте как было бы здорово типа там ты допустим должен ебнуть этого дудовщика так сказать этом допустим за условных там пять минут каких-нибудь да типа если не успеваешь то сюда высаживается там еще там сто пятьсот орков до прикиньте как было бы круто конечно в готике такое сложновато наверно реализовать я это понимаю но блин реально было бы круто и ты реально такой спеши чтобы его ебануть беда охуенно было бы походу только воды осталось насколько я понимаю хотя не факт комната вроде бы пустые да но я же мне так кажется что нам только он и остался в комнатах на я вряд ли кто-то будет в комнате с белым потолком у габирин какой смотрите а нифигаси апартаменты какие бить буржуйские пиздец вообще так это я сюда выходить должен гардероб а ну-ка не одежды горожанина я все надеялся что может быть где-нибудь здесь найдем королевское платье по идее она самым до в самом замке в замке в энгарда должно быть это подозреваю наверное который какую-то комнату там надо будет найти только что-нибудь такое да и там мы наверное найдем это королевское платье ой в этот легкие у братишки вот сразу виды что орки не курят видите сколько он уже дудит там был некие блёгкие бы уже ни у кого бы не выдержали а он все ебашит и ебашит а ты готов походу дел да вот у него горн все мы убили чувака который дудил только квест не пополнился странно почему по идее там должна была написать типа я убил это вот надоед дело долбоеба да нифига подобного фух ну хоть дудить перестал на рядом не аж башка уже болеть на чего вот вроде бы не громко дудиться ну как так заебывает пиздец просто аж крыши уже ехать на чего я уже летний человек а зверь просто какой-то был настоящий но главное разобрались а так проходите где вы были где не были так отсюда поход пришли там мы были мы еще можем наверх пойти и вот сюда вот куда-то давайте сперва сюда нет блин башня реально здоровенно эта крепость я же я прошу выпуски когда здесь остановился ты как-то не было похоже да что будет такое большое что-то я думал там такая будет просто какая-то комнатушка типа когда там большая локация тут нифига себе крепость ёбнуса можно пока все смотришь пока все исследуешь какой-то такой маленький ящик может его взять можно как думать не нифига если человек подумал то что он такой маленький как-то выделяется потом может какой-то квестовый наверху факел какой-то лежит это обычный по боевой факел заебываться ли то чтобы поднять как-то неохота еще какая-то дверь смотрите так вправо 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 влево вправо 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 что пиздец так этом разве через закрылась и представляете еще двери за собой закрыл блять еще повесил бы табличку не беспокоить бы да и вообще боже просто охуевший а урочи мразь было бы блять да коест так и не пополняется почему-то вот это меня немножко даже настораживает потому что мышь пакет с болтами хотя нахер мне нужен принципе да мы что как минимум чувака с горном уже ебанули а он прям в кости прописывался что он того как можно скорее убить да и так крепость уже вроде бы всего так тут опять покушать смотрите лежит мясной суп сыр молочко вообще урона в инвентаре если так посмотреть да кстати всю селедку сожжем на красную час внизу инвентаря у нас там этой селедки полного так уже немало в принципе собралась и как раз там надо хп пополнить маленько да вот давайте кращу селедочку покушаем вот у нас две селедки помы еще вот вообще у нас их должно было быть бы три плюс то что мы только что нашли до странно как-то то ли она отдельным да тут я вот-вот да точно отдельная витя еще прикол кстати натуре такой странный в этой одиссея то что ты находишь эти селедки они часто в отдельных слотах почему-то оказываются можете по это там прошлогодняя селедка да там уже протухшая это там еще какая-то селедка у яси вы куда пришли смотрите так серебряный кубок лечение сильных ранений огненный дождь дыхание смерти такая любопытная комнатушка рунный стол здесь какой-то бак да здесь нара тусовался когда-то у алексейр духа уже хорошо уже не зря пришли дайте расчиска распастью до рассвету такая кровать кровать буржуйская да вот сейчас ровно тут час ляжет поспать во сне обоссыться да и нормально будет так вот книга мудрецов и тачки обучения шаровые вроде бы все мы осмотрели так что 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 сна узнать что жда книга мудрецов и нам нужен эликсир духа книга мудрецов книга мудрецов вот это нет и не это пойти там помощь пропустил я нихуя не пропустил вот она за два очка обучения так и эликсир духа нас еще интересует вот мана плюс 5 а еще мясной суп наш нашли да так вообще у нас что сила 296 почти 300 мана 332 очень даже неплохо а чей обучение у нас 47 стеря тоже неплохо все теперь знаешь да поспим до рассвета так неплохо неплохо так и нам получается теперь надо еще вернуться туда назад и там тоже был какой-то подъем наверх наверх да и его еще осмотреть его и получается полностью эту хрень осмотрим на это какой-то урочи недобиток остался до моего завалим и квест пройдет что лечу по крайней мере по рассчитываю на это потому что вообще так немножко настораживает то что дикой записи видеоники лету но хотя да я опять-таки повторю что часто такое бывает что записи нету а квест типа уже как бы прошелся и можно типа идти сдавать а иногда бывает что запись дневники появляется если тоже такой прикол в одессе и блин непродуманный да не все нифига тут никого больше нету я думал тут наверху еще какой-то чмо осталось но нету видите абсолютно точно вся локация получается зачищена так у нас полу телепорт если я не ошибаюсь да на альбатрос я только отчаянного берегов а может быть она с гиротом поговорить как думаете хотя полном этот квест давал выдавал давал именно этот хрен именно был двин правильно этот тут не написано то мне сквозь давал 5 гирно так как на звонит он по ходу спит что ли еще если тоже еще заебывают сука не тут еще спят подолгу эти долбоебусе балдвин уже как штык стоит ведь я это по ходу спать решил где эта шкура шкура не убитого медведя до рассвета поспали давайте до утра утром поедите дебил уже должен быть давить все уже обновилась типа ни хера но не только отчаливают берегов венгарда зачем не отчаливать я что дело еще не сделал блять а чё ж такое я что мог еще пропустить блин это реально напряг чуваки потому что это по этаж типа как обязательный квест да ну вроде бы как моя такая чурка что типа как обязательная хрень да что я тут обязательно сделать в крепости мы явно всех завалили между меня немножко напрягло что когда я завалю того чувака с боевым рогом никакой записи в дневнике почему-то не появилась хотя по идее должна была да уже даже кости появилась типа я должен убить этого чувака мы его грохнули а ничего не обновилась туда немножко напрягу вот так может быть в этой стороне какой-то один там и ворк остался как-то да помните на атанасе было до чтобы не убили кого-то одного того долбоеба и уже по пути к замку сало мой да не нифига никого не видно 4 странно может из того что я типа не брал с собой этих паладинов но с другой стороны тоже было написано то что типа это при желании да если хочешь типа я был бы типа даже там в диалоге даже как говорилось то что лучше было чтобы ты сам бы пошел у всех разъебал но типа если хочешь да можешь взять собой типа этого фолькера за у полькера типа вместе с ними напасть блядь на серьезно держи кого упустить на корабле там я был правильно да я осматривал корабль то есть если там были какие-то орки то мои грохнули сто процентов вот в этом коридорчике мы тоже все зачистили я живет из-за этого я всегда ненавидел такие вот квесты кончено это вот эти блядь когда надо убить какое-то определенное количество противников и же где-то какой-то один долбоеба танец вот тупо бляда в каком-то домике или еще где-то или не дай бог забагуется где-нибудь там да просто его будет не видно и все и как бы квест у тебя не проходится тебе потратил хуже сколько времени уже дата чтобы всех то по перебивать но за того что где-то какой-то один дебил остался все типа как квест застопорился блять я живу как бы еще пол беды если он хотя бы просто как побочные да тогда при спине обидно там хуй с ним не прошелся не прошелся мы переживем да а если это реально какой-то основной квест его надо обязательно пройти вы прикиньте к я буду залупа щас блять я ну да этот маяк мы в прошлом выпуске очистили ту хрень вот только что где тут кто-то еще мог остаться не могу понять все домики мы вроде бы как осмотрели ну а то верно мы разве осматривали я чуть не помню да что про тавер даже забыл что из башки вылетела короче да это беда это безобедная потому что я даже не знаю чем прикол ну по идее вообще это квест необязательный да потому что типа обязательный квестом надо поговорить у нас королем да спросите него там насчет того одобряет ли он то что мы пойдем говорить с этим ксартосом да у нас типа основная миссия такая получается как он типа к этому относится а это типа уже как побочная хрень да вот эта зачистка этого порта ну при ну реально везде мы были но где мы че могли пропустить все здания мы смотрели все мы зачистили ну я даже по второму кругу еще решил пробежаться но были на том в том в том по маяке мы тоже швить все да все здания смотрели все комнаты чувака который трубил в город мы тоже завалили на том корабле мы тоже были я точно помню в прошлом выпуске ведь может еще раз смотреть маяк ну что тут таки остался хотя ходут муха стадо вид них у я тут даже нету ничего не у никого не второго этажа сушки а может идет таки есть какой-то второй этаже а какие-то пол блять или нет не ну явно что он должен быстрее какой-то ну да можешь он есть дачу но я поход поднимался то правильно я что-то даже ну да да вот у даже доходит предводитель дохлый шаман то есть да тут точно тоже все дохлые вот мы даже на всякий случай типа еще проверили пиздец нахо по второму кругу бегаем как долбоебы блятья ну да все чё тут никого тут нету нихуя сушки может там вот еще там у вас в этом помощью влево какой-то поворот видите и там помочь это есть сушки точно говорю наверно там где-то еще какая-то потайная комната это макета дуба его заселивать сто процентов блять вечно я диять идиотизм я живу таких таких вот такого рода квеста блять а к этом бочка такая интересная вот там вот смотрите вроде нее и пусть недалеко давайте уже раз мы все равно давить там бочка внизу мечты кажется это может быть что-то интересное тоже вообще дайвинг как бы в игре присутствует да поэтому вполне вероятно что может надо что-то квестовая будет типа ну какая-то бочка имею ввиду а ну-ка а мешок какой-то смотрите блять я ошибся да ничего не берется блять но это обидно вообще жуть ну и хуй на них поплыли в общем-то вся надежда что и вот там вот где-то левее вот там вот где-то левее я там что-то видел вроде бы что-то еще было мы же правее ходили помните мы там нашли потайную комнату с каким-то долбоебом и там левее я только что вот смотрел там помню тоже было какой-то такой захолустье может быть там кто то есть и моего типа как не убили считается просто если нету блин я жгу либо бак и баху его даже знать что делать наряду где я кого-то еще буду здесь упустить я жуя уже даже по второму кругу все эти помещения осмотрел то есть хуй его даже не знаю где где кого мог упустить поэтому еще что видишь повторюсь реально по-моему такого рода квесты это вообще вот ошибка разработчиков но я но не надо этого делать потому что же абсолютно идиотская система причем мы по-моему в одиссея не первый раз таким сталкиваемся почему-то все мода дело я обратил внимание какой бы ты мод бы не играл везде этот идиотский прикол с этим вот дебильным квестом так он да какой-то хуй смотрите стоит еще затеря был звук а кто-то меч достал только что я обезвредил орка были надеяться это не было слишком поздно блять я слышу еще кого-то долбоеба а куда ты бежишь долбоеб полковник блять но кое с ним пополнился блять как я ненавижу такие квесты я же я заметил всегда вот всегда делают подобного рода квеста вот зачем я не знаю но всегда они их делают ты вот как будто долбоеба где-то упустишь его вот здесь вот какого хера я полностью зачистил эту крепость штука как тут остались два чувака полковник и еще какой-то долбоеб откуда они просто могли остаться если я тупо все под ноль зачищал они вот сюда же мы тоже бегали да а я на это место грешил там просто какой-то залив давать того что эти сохраним сейчас порталимся на корабле может быть квеста засчитался уже а ну тебе сдавать же до отчаяния свин гордо блять это пиздец какой-то еще это проблема что я просто не помню это гернута на задавайте для этого болт вину но не у того не у того нету я может его от плыть надо с другой стороны я уже не знаю что делать может он с той стороны реально еще что то есть как думаете или здесь типа какой-то потайной да не аниматом нифига вижу это реальная ошибка вы делать подобные квесты вот у всех этих модах вот зачем они это делают я сам не знаю это просто пиздец я же полностью зачислили башню никого-то в нихуя не было ну вот пожалуйста вот о чем я говорил пиздец нахуй щапаев ёбаный блять все на квест не пополнился до держу эти дубы и выглядит на тебя агресса когда не на этой башне начинают водить ебаться вниз до начинают падать вниз где-то вот эту воду падают или еще куда-нибудь и оттуда типа там плавают бесконечно быть из этого ты типа блять квеста тебя не проходится потому что типа не всех убил но ты пиздец лютый просто я на беда что до сих пор квеста не пополнился никак о идиотизм блять но давайте еще уплывем что ли я уже не знаю может там еще где-то какой-то есть заплыв или чё блять держу ежу без это пиздец просто 7 какой-то дебил бы просто свалится куда-нибудь упадет да ты его из этого не убьешь и сука из этого квест не проходится убить вижу этот полковник видать это так также проебался наверно прошлый раз с тем покоцанным чуваком да вот сейчас еще этого шамана нашли чапаева блять вроде бы все вроде бы тут нигде никого нету блять или я журу если бы всегда допустим ты прошел квест у тебя пополнился дневник если бы всегда эта хрень бы работала тоже было бы удобно а так я же одно через раз получается то есть ты бываешь можешь пройти квест и беда в дневнике напишет а бывает нет и вот сиди сейчас догадываясь я уже всех их ебанул или нет да и сейчас опять или портанешься поговорить с этим дебилом а квест так и не пройден блять и опять перезагружайся в который раз уже чем же я вообще не полу их какой-то у разработчиков реально какой-то бзик на эту на эту тему я уже я уже братья внимание то есть вот любой мод ты будешь проходить или вот убрать вот тут пиздец всегда будет подобный квест зачем они это делать я не знала всегда ты должен всех под 0 вынести сделали допустим там просто какую-то большую часть были допустим чистых него предводителя завалить да а предводитель просто там будет в окружении всех этих чуваков и ты попутал любом случае всех убьешь да сделали что-нибудь подобного зачем нужно вот именно всех подоль выносить для тебя или тогда как это сделать и чтобы они были так расположены что тебе нужно было заебываться их поиском да вот как и сейчас убить опять отчаянных берегов за счет не всех убили вот реально не делали бы такую многоярусную тут башню крепость что держу покрайней мере они все были в одном месте где-то собраны да там эти придурки и никто не мог бы никуда упасть и пропасть вот таким вот макарова так вот получается вот я же говорю вот они там где-то все поебались да все попрятались где-то кто-то один недобиток остался тебя квест не проходится это должен во второй раз приходить в эту же локацию в эту же башню во второй раз я полностью осматривать все этажи один за одним блять наконец все прошли так что там пишут до орки в гаване и морской крепости обезврежены да вот вернулся и сообщить об этом герноту значит таки герноту надо об этом говорит ну ты же ну блин вот всем хороша одиссея ну зачем они от подобного рода квесты делают я не знаю серьезно тушь всегда к ты проходишь такие квесты во всяком случае в моем горьком опыте всегда вот в такая вот залупа случается так орки которые были в гаване и крепости больше не представляют опасности очень хорошо это было необходимо в первую очередь теперь можешь отправиться к королю удачи да все теперь эти вон увидим по идее это был даже основной квест потому что видите его пока я их не обезвредил я типа не имел права отправляться к королю видите даже по полу эти вещи это даже будете по как основной квесты так понимаю то есть 5 ну пиздец вот серьезно вот я не я не знаю как у вас тут я все время когда прохожу подобные квесты но просто всегда вот случается вот такая вот залупа которая была только что всегда какой-то где-нибудь упадет либо какой-нибудь чапаев как вот шабан да либо еще откуда-нибудь туда запрячется блять и тут это бегай как долбоеб тратить не знаю сколько времени чтобы дойти этого не добит каблете пройти квестом просто вы нас мозга очень много вот таких вот квестов или вообще моментов в одиссее которые вот ну непонятно для чего делали да вот сейчас таки такие квесты находишь которые там пойди побеги там сообщи там чего-нибудь чуваку да там принеси 10 шкурок вот зачем добавлять такие квесты вот допустим непонятно они же общение интересные либо вот как вы сейчас на тут дебильный момент то что убей всех под ноль посреду вот шикарный ведь мод ну блин реально шикарный мод и удержует эти просто моменты они сами сами берут и сами его портят как бы свой же мод который мог бы просто быть не то что 10 из 10 а 20 из 10 да и они берут эти дебильные моменты вот этот помните со сковородкой тот момент про который уже часто говорил вертанские довели а это же которая и отравлены я уже забыл если учить ничего не падает да со сковородкой там с тем всем дал часто было такие кит квесты вижу как будто и хранит разоги какой-то делал фигасе кстати он из ружья с двух и стрелах валится представляете кстати я так подумал что я радовать сейчас очки обучения реально будем на ловкость тратить потому что мне говорили что то что это чтобы короля короля пашпанать надо типа этого много ловкости ну и плюс тот же урона у этого у нашего мушкета он по ум от ловкости зависит тоже мне помнить это писал что там полу тот урон который у тебя есть у этого мушкета и добавляется типа твоя ловкость поделенная то ли на 2 то ли на 3 к этому урону то есть потому что и хп у нас вроде бы хватает силы вообще там завались да плюс то что насчет он драконий корень есть на крайняк до маны тоже вроде бы как хватает и так смотрю то мне реально кажется что наверно сейчас мне нужнее всего именно было бы даже натуре ловкость еще увеличить для того же карманного воровства там и вот какие-то таких моментов поэтому да потому что я так подозреваю что мы уже очень много очей обучение набьем видимо уже уровне не так часто поднимаем как это было раньше раньше мы реально там хоп-хоп уровень поднялся хоп-хоп уровень поднялся да там то есть даже не особо заморачиваешься лову поднимаются сейчас уже намного это реже становится тоже все больше и больше нужно очей опыта за квеста в принципе как правило здесь опыта много не дается да и за монстра в принципе тоже там не особо да не ахти прямо скажем да поэтому наверно уж там уже даже будет ловкость прокачать у нас и 167 хотя пол мне писали что чтобы это вашего нас короля нужно ловкости полу 300 мне даже писать а у нас 167 то есть по правде говоря получать такая ситуация что нам особо не поможет это прокачка ловкости да именно на этот конкретный момент да так что возможно будет у нас такой косячок что к сожалению мы короля не в швана и кстати о чем в пещере что ли ничего не было получается чу ну при себе про часто говорил то что ты счет чего хороша одиссея то что ты никогда не знаешь реально можешь потекут пещеру причем надо она может даже хорошо так охраняться не так как сейчас да тут были тишниги которые достаточно просто убиваются а будет реально такая еще пещера хорошо охраняемая и ну ты там реально еще интересного не найдешь а в этом натуре можно нифига себе там и зелье какие-то по находите еще прочее 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 да до 300 мы явно ловкость уже не прокачаем то есть ну как мы там очки обучения не будем тратить это явно будет просто нереально для нас но наверно все равно остаток очи обучения сон так что подумал решил что наверно все равно потратим их именно конкретно на прокачку ловкости потому что я живу даже у того же мушки то будет побольше урон да и если короля не пришла нам такого нибудь другого ведь и все-таки часто вы их там можно у таких персонажей разных да там те же зелье маны находить там близили ловкости принципе почему бы нет так что такое ну что ж все с гавани мы разобрались по крайней мере да дальше нам предстоит уже исследовать непосредственно венгард и когда уже все по исследуем то отправимся в замок поговорить с королем лады ребятишки я как с этим бреда вот еще пока не попрощался тоже какой момент крутой то есть ты можешь как бы просто пройти этот квест потом сразу телепортироваться в замок у нас же есть телепорт поговорить с королевой путь в нордбор 0 куда там нам дальше да а можешь реально вот исследовать еще целый венгард я даже не знаю сколько здесь большая территория но опять и это по выбору игрока хочешь исследуешь не хочешь не исследуешь то есть а чем я часто говорил да то есть блин но это же настолько круто в целое локация которую ты можешь исследовать только при своем желании на насколько это охуенно согласитесь тем более для модификации для любительской модификации просто-просто блин стокошибательна реально капец и следовать быть тебе правда интересное же у нас такая ситуация что нам в прокачке смысла никакого вид нету согласитесь мы и так уже суперкрутые я уже знаю куда еще круче становиться то есть в этом смысле нам исследовать вообще никакого понту нету но были за то что он упрадал так вот интересно сделано тебе хочется проходить все по бочке но большинство по крайней мере да там и реально вот исследовать каждый закуток каждый квадратный метр все осматривать вот в этом большой плюс возврат кой одиссеи господи возвратки уже говорю да ну что я заговорился как обычно я в ребятишке всегда благодарен за просмотр за подписки за лайки до новых встреч пока